Повод для совещания стал весьма неутешительный. 21 июля краевые специалисты проверяли исполнение детского закона в ряде поселений района. Нарушения были выявлены практически в каждом. Поэтому на совещание были приглашены все ответственные за исполнение нормативно-правового акта в нашем районе. Для меня важнее не то, что вчера меня прокритиковали, были серьезные разговоры на эту тему. Даже предупреждения были в определенной силе. Но меня больше беспокоит тот вопрос, что КПД, эффективность нашей с вами работы. Мы же хотим навести порядок на территории нашего района, на территории сельских администраций, сельских населениях пунктов. Мы же хотим защитить вместе с вами наших детей, нашу молодежь, наших стариков. После этого разговора уговоров больше не будет, добавил районный лидер. Если не появится понимание, мы будем вынуждены принимать жесткие меры в отношении каждого, кто спустя рукава будет исполнять закон. Персональную ответственность за это должны нести и главы поселения лично. Анатолий Разумеев подчеркнул, что теперь наказания будут идти даже за малейшие нарушения. Только так можно исправить сложившуюся ситуацию. Эффективная и качественная работа – вот обязательные условия для тех, кто занимается реализацией детского закона. А еще что обязательно – работать до установленного регламентом времени. Во время проверки не вызвали нареканий рейды в Анастасиевском, Коржевском и Забойском поселениях. Опыт работы городского штаба был отмечен комиссией как один из лучших в крае. Но на этом фоне недопустимо себя показали рейдовые группы Петровского, Ачуевского, Протокского поселения и сельского поселения Голубая Нива, в которых группы закончили рейд задолго до положенного часа ночи. Специалисты Прикубанского и сельского поселения начали договариваться с нашим проверяющим, а как бы нам окончить рейд пораньше установленного регламента. Кроме того, в Прибрежном, Целинном, Рисовом и Черноярковском поселениях проблемы возникли с участием в рейде сотрудников правоохранительных органов. Кстати, о последних. Анатолий Разумеев предупредил, что не будет мириться с тем положением дел, которое существует сегодня в полиции. Районная власть старается максимально помогать ОВД и в ответ ждет активных действий по улучшению криминогенной обстановки. Я уверен, вот Евгений Сергеевич, уважаемые коллеги, если только вы поменяете отношение и подход к делу, к своему, если только принципиально начнете спрашивать за малейшее нарушение или право нарушения, вплоть до того, что отбором бросил и заставил поднять, поменяется ситуация сразу, вы чувствуете. Об имеющихся проблемах уже знает и начальник ОВД по Славянскому району, полковник полиции Евгений Севицкий, хоть и занял должность совсем недавно. Уже сегодня главы поселения отмечают положительную тенденцию. Там, где прежде полицию не видели по полгода, она теперь каждый день. Но работы по наведению правопорядка еще много. Как одна из мер, которая должна наладить ситуацию с исполнением детского закона и охранной правопорядка, начальник полиции предложил усилить проверки рейдовых групп. Теперь ежедневно заместители главы района, главы поселений, начальники управления и отделов районной администрации совместно с руководством ОВД будут лично посещать рейды в поселениях. А по итогам прошедшей проверки будет подготовлено распоряжение, в котором в последний раз будут предупреждены те, кто недолжным образом относится к исполнению закона.